На практике что чаще всего используются? Шифровные каналы просто? Да, это обычно шифрованные каналы. Проблема шифрованных каналов заключается в том, что их можно идти. Ну, перенгуем. А при современном насыщении войск электроникой, перенговать, прислать туда что-нибудь полигром 6 дюймов, или чуть больше, можно достаточно просто. После чего перенгация почему-то прекращается. Ведущий знаменитый источник. Какие еще у нас есть проблемы в передаче радиосигумов? Телефонового, Wi-Fi? У нас есть проблемы, кроме того, что нас могут прослушать. Ну, связь плохая. Что такое плохая связь? Мы сами плохо слышим. Связь с задержкой мы рассмотрели, да? Откуда влезает у нас задержка? Шумы лишние-то. Искажение того, что мы слышим. Что может внести такое искажение? Ну, если у нас работает сердце, мы, понятно, видим вот эти вот задержки. Правильно? Задержка, но мы понимаем, что искажение. Откуда мы это делаем? Мы уже немножко обсуждали. На основании того, что мы говорили, откуда может делать искажение? Мы отправили набор пакетов, содержащих наши огромные голоски. Один пакет может быть утерянный. Один может прийти быстрее на этот голос. Мы уже показывали. То есть быстрее может быть переупорядочен. Пакет может быть утерянный. Да. Поскольку соединение в сетях сотовой связи не предусматривает подтверждение получения сигнала. Как в скайпе тоже. Почему это сделано? Чтобы не загружить канал. С одной стороны. Два раза медленнее все будет. Да. В первую очередь и за внесением очень больших дополнительных задержек в квитанции подтверждения. Если мы будем подтверждать получение каждого пакета. Ну и для того, чтобы говорить вот это вот на отнести, кстати. Мы не имеем ответственности за утерянную информацию. Ну не совсем так. Если тот же самый протокол скайпа ввести подтверждение получения пакета, то есть когда приемник скажет, то учил, нормально, то мы получим катастрофическое снижение скорости пакетической связи. У нас и так задержки там меряются на десятки, если не сотни миллисекунд. А мы еще внесем дугу этой задержки до полного вакуума и непонятности. Каким образом тот же самый скайп или, например, сотовая связь нам говорит, что, извините, связь прервалась? На основании чего они делают такой вывод, если мы не получаем квитанции? Ну если им не приходят пакеты? Вообще не приходят. Там большая задержка, наверное, по пакетам. Ну это качество связи, в конце концов, можно сказать, что все. А если пакеты приходят? Они приходят пожиленными, их нельзя почитать. Ну предположим, что данные у нас все-таки доставляются. Физический уровень более-менее работает. Но медленно. Ну медленно, ну что-то. Да. А какой момент? Можно говорить, что все начинает пропадать. Глупо я сказал. Все пакеты у нас, как вы помните, номерованные. Если начинается пропуск слишком большого количества пакетов, мы уже можем себе заметить, что, скорее всего, внятный голос у нас собрать из того, что доползло, не получится. Понятно, да? Слишком медленно ползло. Даже не медленно ползло. Есть такая... Не доползло просто. Есть такая пакостная штука, как узловые коммутаторы, маршрутизаторы. На них, на каждом порту сидят, там как раз 10-гигабитовые порты по всей стороне торчат. И внутри бегает всевозможный трафик. Паучканцы, давайте, добьются комплекта. Так, класс. По-моему, ноги не распереди сзади, но это ладно. Ноги не ловят, и все. Ну, уж вам нет, извините. Скажите, пожалуйста, а что будет доставляться в первую очередь из точки А к точку Б? При том, что точка А и точка Б, это, предположим, города-минюрники. Преимущественно те, в которых есть, хотя бы деньги, начать скаять, допустим. Короче, кого выгоднее, то есть... А кого выгоднее? Тот, кто заплатил тебе деньги, того и выгоднее. Вы платили деньги за что? За связь, за что-нибудь. Ну, мы все платим деньги за связь. Мы все платим деньги за связь. Не, ну, скайп-то является бесплатной службой. Но вы же все равно заплатили провайдер за ход подключения. Ну, это подключение, это провайдер. Есть такое понятие, как качество сервиса. Ну, скайп. Что это означает? Это означает, что на съемку и передачу данных, даже не из точки А, в точку Б, а ОКДО, ваши пакеты будут иметь не хуже определенного, в смысле оплаченного, время задержки, полосы пропускания. Кто пойдет в первую очередь оплачивать для вас для дальней связи? Те, кто эту связь другие, те же самые правы для сотовой связи. Что они получат? Ну, за что они от армении? Ну, в прикладном выражении. Что это вот для вас значит персонально? То, что ваш операция заплатила в КНС? Ну, да, ОКДИКЕРТОРО. Можно доверять, что, ну, как бы он забудется о защите информации. Это не защита информации. Всего, ну, а надежная передача данных. Вот о скорости передачи данных. О качестве применителями Skype и сотовой связи, о качестве звука. Это, говорит у нас первый, качество звука. Ну, чего еще можно пропортировать в КС? Или организовывать, если это в вашей локальной сети? Рассказывает, за каких приложений нужна не только, скажем, площадь, но и площадь у нас в реальной производительности. Скорость, как на время. Но и, как говорим, на и закромность потока данных. Горячие приложения нужны на закромность. Ну, сказать тот же. Для видео, для голоса. Что-нибудь в реал тайм. Да? Шутеры всякие. Для них тоже. Там не так много, но... Да, там тоже вот такие задержки неинтересные. Что еще? Ютуб смотреть, например. Ну, это вот потоковое приложение. Там на самом деле не так важна общая скорость. Ну, да. Там можно немножко подождать и подождать, пока подросят видео с вами. Там можно делать, потому что можно за какой-то мусор потом просмотреть. Ну, да, да. А вот если у вас идет что-то интерактивное, типа... Шутеры... Какая-то конференция... Ну, конференция... Ну, шутеры, да, тоже. Когда все замерло, потом быстренько пробежало, неприятно. Все замерло... А потом он телепортировался, вот уже тебя убили, да? Классик проснется, и глава в пузочке. Нам это важно для интерактивных приложений. Если так. Можно вот это не услугу. Для разных интерактивных приложений. Потому что замирания нам не нужны. Пакеты у нас бесплатные. Наши пакеты будут не только где-то шарапаться, стоять в бесконечных очередях, но и в хобшем случае. В хобшем случае. Так как они не требуют подтверждения, вот у нас есть какая-нибудь фифо-всетка подрекетка? Если не хватает брекетки, то просто шарапается то, что приходит, да? Если у нас прошел здесь перегруз, слишком много желающих, мы часть пакетов просто-напросто бросаем в мусор, убиваемого существования. Почему это возможно? И почему это допустимо? Потому что один пакет, то это еще не все. Раз. Еще версии. В каком случае можно себе позволить клюнуть князь пакеты? Ну, если нам пофигу пользоваться, то, что мы его бросаем, мы уже бросаем. Почему мы можем себе это позволить? Потому что их много. Их много всех. Но в данном случае можно вообще порушить связь с скайпами. Какой-то канал. Почему протокологи пускают вот такие вот сбросы? Ну, понятно, что их придется допускать. Никуда вы от этого не денетесь. Переполнения бывают. Ну, поэтому сказать, что придется... А почему это допустило? Почему мы этого не боимся? Ну, а что? У нас там идет, идет там. Один пакет не пришел, а потом следующий пришел. У нас все замечательно. Ну, замечательно. Банковская транзакция у вас, например, не прошла. Я прошла с другим количеством нулей. Так это же скайп, это же скайп там. А вы думаете, в этом аппарату есть какое-то дело от того, что он там сбросил из буфера? Он за полный адреса по какой-то обнулил, и все. А, то есть это не скайпский, да? Ну, вылетят все пакеты, которые пошли в переполнение. И он по барабану вообще бы инкулировал. А у данных нет, там критерии важные, неважные. Ну, вот, которые QoS попадут сначала в очереди. Ну, вот и сейчас. Ну, почему мы можем себе позволить бросать остальные, не боясь, что там придут растяженные пользователи? Скажу, где потерянный пакет. А, когда вы пейте, вы иди, вы туда. Вместо 10, 100 специалов. Да, вот это неприятно. Да, ну, понятно. Почему мы можем себе позволить вот такой вроспешек при переполнении? Я сказал, когда мы обсуждали скайп. Сколько это ты спрашиваешь? М? Система. Нет. Это что-то техническое. Почему? Именно в скайпе и в прочих потоковых вещах мы ничего не делаем при передаче пакетов. Не проверяем, пришел ли он. Не требуем квитанцию подтверждения. А, так если мы требуем квитанцию подтверждения, то нам просто еще раз придет, если это какое-то важное. То мы просто подтвердим, пришел он или нет. Если мы получили квитанцию подтверждения, мы будем тупо передавать дальше до тех пор, пока мы не получим квитанцию. Будем атаковать, пока не пробуем. Да. Если нам важно, какие данные идут? Если мы используем протокол с подтверждением, то все равно данные пропитают. Ну, просто можно потратить на это больше времени, чем хотелось. Можно потратить больше времени. Хуже того, иногда возникает так называемая шторма в сетях, когда начинается взрос, перепосылка данных, начинает перепосывать все. Вместо того, чтобы, грубо говоря, прокачать здесь гигабайт, на вход набивается повторно по 100 гигабайт и так далее. Такое бывает. Набивается мировая система. Просто все сбросить редко. Ну, сбросить весь интернет, это круто. Ну, быстренько резать такой раз, оп, и ты не заметил. Для тебя ни одной кнопочки нажать. Да, ни одну кнопочку нажать, потому что таких вот узловых мышоптизаторов, ну, миллионы не знаю, но тысячи как минимум. Я уж не говорю о том, что если считать у провайдеров, ну, если у провайдеров, то, может быть, счет пойдет и на миллионы. А по Бугу, естественно, их сервисы нам отказывают стоящего в кваспур. То есть выход из строя, скажем, процессора, памяти, диска. Даже, я полагаю, что целого дата-центра, какого-то Буговского, не повлечет исчезновение сервиса. Буг. Буг частично не отказывается, скажем, у кого-то площадь работает, у кого-то нет. Я плохо себе представляю ситуацию, в которой заклинит весь Гугл. Ну, это, наверное, когда эти метеориты пойдут на Землю, и всем уже будет пофиг на Гуглу. Я думаю, что это должен быть очень большой метеорит, чтобы все перестали искать информацию о том, что происходит. По крайней мере, когда шарахнул в Челябинске... Да, все искали, такое количество запросов было. А там шарахнул хорошо, если он шел 15 ниже, Челябинского не было. Продолжение следует...